Евгений Гутник – мастер спорта СССР по парашютному спорту. За его спиной более 12 тысяч прыжков. Он влюбился в этот вид спорта ещё подростком. Увидел объявление о наборе на курсы парашютистов и, недолго думая, записался туда. С тех пор ветер в лицо и вид с высоты птичьего полёта стали его судьбой. «Всего нас, со всего техникума собралось в эту парашютную секцию два человека. И мы за один год сделали с моим другом, с одной группой, по пять парашютных прыжков. Вот это было, так сказать, начало. Это было в 61-м году. Мне тогда было где-то 15,5 лет». Параплан относится к сверхлёгким летательным аппаратам. Бывают парапланы как с двигателем, так и без. Чтобы подняться на нём в небо, стоит всего лишь поймать восходящий поток воздуха. Кружить в этом потоке парапланерист может часами. К слову, мировой рекорд полёта – 502 километра. Конечно, это экстремальный вид спорта. Но тот, кто однажды поднялся к облакам, дальше мечтает только о полёте. В небе человек нарушает все привычные ему законы физики, а мирская суета, окружающая его на земле, исчезает бесследно. «Смысл этого всего заключается в том, чтобы в нашей маленькой республике молодёжи показать, привлечь, возбудить какой-то интерес, который позволил бы им не просто зачарованно смотреть в небо, как орлы летают, как птицы парят. А чтобы показать им, что это для них доступно, и они это могут сделать». В 2010 году на базе из КГТА существует парашютная секция. Два года назад к ней присоединилась и парапланерная. Поэтому для студентов так интересна встреча с Евгением Гутником. Послушать его советы, истории, узнать все нюансы любимого вида спорта. «В свободное время было бы хорошо этим заниматься. Это очень полезно и для физического развития, но ещё и для душевного, можно так сказать. И очень помогает расслабиться, получать удовольствие». «Мне всё понравилось, то, что рассказали, о чём. Я уже записался. Небольшой страх есть, но, как говорится, кто не рискует, тот не живёт». Занятия в секции проводятся два-три раза в неделю. А когда есть возможность, инструкторы вместе со студентами стараются выезжать на горную местность, чтобы ребята узнали, что такое свободный полёт. Словом, если есть желание, дерзайте. Небо ждёт. Юлия Житна, Ислам Джукаев, Заурлиев, Архыз, 24. Редактор субтитров А.Сёмкин